В СССР уже давно нет, но советские рубли еще могут пригодиться. На них можно купить одеколон, бигуди и даже духи «Красная Москва», изготовленные по рецепту в 60-х годах. Этот аукцион далеко не главный сюрприз, приготовленный для гостей Лукоморья. Проехаться по 8-битной трассе, пострелять из винтовки по горячим мишеням под пристальным взором Ильича. Эти игровые автоматы – настоящая машина времени, которая пусть ненадолго, но может заставить почувствовать себя беззаботным советским школьником. Решили немножко вспомнить, какие были. Дети спрашивали, что такое печатная машинка, глаза никогда не видела. Была в этом музее, в музее советского детства. Было очень интересно посмотреть, какие там игрушки у моих родителей были, какие игры. А вот маленькому Вове еще не вдомек, что его четырехколесный транспорт припаркован рядом с настоящими легендами – Победы, Газы, Жигули и Запорожцы. Приехали покрасоваться и устроили зрелище достойное пера Ильфа и Петрова. Ударили автопробегом по неведомым дорожкам Лукоморья и устроили ретро-автомобильную пробку. За исключением вот этой машины, последней и первой желтой машины, все остальные мы, в принципе, видим регулярно на дорогах наших. Вот. А так, ну да, интересно. Винуя пробки по улочкам городка, как символ победившей буржуазии, вольготно расхаживают хрюши. А устроителям праздника остается вспоминать и напоминать о преимуществах советского воспитания. Это гуманизм, это привитие к детям с раннего возраста, любовь к природе, уважение к старшему. Ну, то есть, вот именно такая вот именно гуманитарная составляющая, большинство было во всем. Песня, как флюгер настроения, которая создавали собравшимся детские коллективы Севастополя. Александра Толкачева, Екатерина Долгополова. Программа «Наше время». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!